Друзья, всем привет! С вами Дмитрий и канал Nighthunter. Сегодня я решил сделать для вас сравнительный обзор двух интересных приборов. Приборы эти на 35 линзе, оба средней такой ценовой категории, хотя на один из приборов цена пока еще неизвестна. В общем, прежде чем начнем, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные обзоры, собственно. Ну и ставьте лайки, оставляйте комментарии свои, это помогает продвинуть видео. Таким образом наше сообщество станет больше и сильнее. Комментарии оставляйте там положительные, отрицательные, без разницы. Самое главное, что-нибудь пишите, а мы собственно начинаем. Друзья, итак, первый прибор это Pulsar Axion 2 LRF XQ38. LRF, на этом приборе длинномер имеется встроенный, на него не смотрите, то есть сравниваем не функционал прибора, никакой распаковки не будет, поскольку на все эти приборы есть обзоры на моем канале. Можно найти, кстати, в описании и посмотреть. Мы сравниваем именно картинку и соотношение цены и качества. Pulsar это бренд с мировым именем, всемирно известный и, так скажем, распиаренный. Второй прибор это флагман пока линейки Arcon, я надеюсь, у нас еще будут флагманы, но пока он. Его еще нет в продаже на момент записи обзора. Это Arcon Ovis 2 LM35. Смотрите, по характеристикам немножко пройдусь. Оба прибора имеют линзу 35 мм F1 и действительно в данном случае линзы у них визуально даже имеют одинаковый размер. Сенсоры на пульсаре, сенсор на оксиде кремния, сенсор здесь 17 микронный, 50 герцовый, кратность оптическая X2. На Arconia сенсор на оксиде ванаде, собственно, тоже 384, 50 герцовый, но 12 микронный, за счет этого кратность здесь побольше, примерно на глаз, на вскидку около 3,5, потому что пока на этот прибор технических характеристик нет. Далее, ребят, то, что еще влияет на картинку, воспринимаемую глазом, это дисплей. Вот здесь разница достаточно приличная. На пульсаре дисплей имеет разрешение 640 на 400, а на Arconia дисплей 1024 на 768. И, собственно, в дисплеях разница колоссальная. Но я вам скажу так, все здесь не настолько однозначно, если посмотреть пульсар. Да, там дисплея меньше, но визуально он не сильно меньше. Просто я смотрел в приборы с маленькими дисплеями, маленького разрешения в некоторый, и в них дисплей, он прям микро, он где-то далеко находится. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю, такой туннельный эффект, эффект кинотеатра по-другому, как будто вы смотрите, вы сидите как будто в кинотеатре, где-то далеко там в темноте, небольшой экран такой. Нет, здесь все по-другому, все намного лучше. Далее, ребят, я сделал небольшую такую нарезку видео человека на 25, 50, 100 и 200 метров с этих приборов. Погода была дождливая, собственно, очень плохая для тепловизора. Дистанция обнаружения, распознавания очень сильно падает. Но у нас дистанции небольшие. И давайте посмотрим, посмотрим картинки, сопоставим и вернемся, сделаем выводы. Собственно, я сделаю свои выводы, а вы сделаете свои и напишите их в комментариях. В общем, поехали, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, итак, все посмотрели видео с Аркона ОВИС-2 LM35 и с Пульсара Аксион 2 LRF XQ35. Я извиняюсь, в начале ролика говорился, сказал 38. Думаю, всем все очевидно, весьма у Аркона лучше чувствительность, лучше видно объект теплый, сигнатуру объекта. По настройкам, друзья, настройки были средние, выставлены и на том, и на другом приборе. То есть, я не включал какой-то режим повышенной чувствительности. Я в тестах никогда это не использую, потому что картинка становится очень шумной. Много шума становится на картинке. В целом, Аркон видит лучше, видит четче, чем Пульсар. Я думаю, вопросов здесь нет. И в подтверждение было видео. А теперь, друзья, я хотел вернуться к главному, собственно, главному моменту. Главный такой переменный. Я говорю всегда в обзорах, что я приборы сравниваю в итоге по соотношению цены и качества. По единице, сколько мы получаем прибора на единицу цены. И по цене Пульсар без дальномера такой стоит сейчас около 200 тысяч рублей. Новый прибор, соответственно. По Аркону LM35, друзья, пока цены по нему нет. К сожалению, нет. Но я так скажу аккуратно. Очень аккуратно. Прямо я сразу замечу, что я никакими инсайтами не обладаю. То есть, мне цена неизвестна. Это исключительно мое предположение. Я предполагаю, что цена на LM35 в момент выхода будет где-то 100-110 тысяч рублей. Я думаю, даже там 100-107, вот так 105-107. Я думаю, что будет такой ценник. То есть, ребят, Аркон будет стоить в два раза дешевле Пульсара. И, собственно, здесь, так же, как и в ситуации с Айреем, Пульсар очень классные приборы. По наружке, по качеству мне Пульсар очень нравится. Мне Пульсар нравится больше, чем Аркон по наружке, по ощущениям и так далее. Но, друзья, по функционалу, то есть, по, собственно, своим практическим возможностям, способностям, тепловизор должен обнаружить цельно, максимально ее помочь идентифицировать, распознать после обнаружения. И чисто с функциональной точки зрения Аркон нам поможет это сделать лучше, чем Пульсар. И при этом он стоит, стоить будет, извиняюсь, примерно в два раза дешевле, чем Пульсар. В общем, ребят, на этом хочу подытожить. И, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии вообще, как думаете вы. Может, у кого-то другое мнение, может, что-то я упустил, пропустил. Пишите в комментарии, будет очень интересно ваше мнение, собственно. И покупайте тепловизионную оптику, охотитесь, получайте море эмоций, добывайте свои классные трофеи. А всяких-всяких клоунов, которые говорят, что с тепловизорами не охота, которые уже задолбали, честно говоря, в комментариях, не слушайте. Они просто вам завидуют, у них тепловизоров не было, скорее всего, нет. И, ну, вероятно, не будет, потому что как раз вот они себя так ведут в комментариях. Всем хорошего дня, всем отличного настроения, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok